Доброго времени суток, пора записывать видео по поводу разбора реплея игрока. Взял пару реплеев игроков, которые настигли 4-5 дана, хотел сделать стрим по разбору, но вместо этого решил записать видео, которое выложил на свой ютуб канал. Ссылочку вот вставил, нажимаю ОК. Сегодня 23 января 2019 года, ханчан был сыгран, по-моему, дней 10 назад, который я буду разбирать. Это один из двух ханчанов. Заранее хочу спрятать стену, спрятать руки и оставить только цумогири. Я не знаю исход этого ханчана, честно вам говорю. В отличие от второго ханчана, который я мельком пробежался. Я постараюсь говорить, какие решения я бы здесь принимал, чтобы я замечаю во время раздачи, как бы я сыграл в целом в каждой ситуации. Сюда, конечно же, при разборах замечаю то, что какие решения я принимал бы, о чем бы я думал во время раздачи. Здесь рука похожа на хоницу, но у нас есть потенциал на то, чтобы строить дору сюда, семерочку. Потенциал на очень редкое саншику. Ну, в общем, просто кидал бы юг, очевидно. Теперь кидал бы с севера. Даже если кидать не с севера, а какой-нибудь другой ветер или дракон, ошибка будет, но ошибка будет невысокой. Но все равно последовательность очень важна, я всегда говорю это при разборах. Потому что это первое, что приходит на ум. При принятии решения, о чем... где можно увидеть ошибку. Восток. Здесь девятка пин, либо дракон, но я прочитаю, кидал здесь девятку пин. Потому что здесь рука у нас не быстрая. А с ранним сносом дракона мы можем посильнее помочь нашим противникам. Наша рука ничего не стоит, в ней нет дор, в ней нет смысла спешить в сборе. Так что это уже среднего уровня ошибка, то есть спешить с спросом полезных тайлов, как шампань и драконы, ветра. Девятка вон, правильный снос. Девятка пин, здесь бы я кидал бы девятка пин почти всегда, тройка сам может нам пригодиться. Рука у нас медленная, и девятка пин слишком сильно изолирована, я все еще думаю о ее сносе. Ну тройка, конечно, тоже снос, типа более опасный ты снос заранее, но я не приветствую такие сносы. То есть я продержал бы напоследок. Уже с этой рукой мы скоро будем фолдить, вероятно, через 3-4 хода, так что снос сейчас девятки пина, потом пронос белых, и попытка вокруг тройки слоу построить какой-нибудь сет, была бы интересная затея. Конечно, все зависит от захода. Опять, все еще кидаю девятку пин, потому что север может быть кем-будто потом. Хороший снос. Семерка муа, ну сиди север. Так, 2 копейки кидают слева, на этом талии есть ли смысл на этом талии брать Чи? Очень интересный опрос, потому что мы можем перейти в... Если о том Чи, можем перейти в шанты на Таняо Номи. Мне кажется, мы здесь не соперники нашим противникам по силе руки, по скорости сбора, но это Чи могло быть интересным решением, как попытка собрать Таняо Номи, испортить чужим руки, собрать свою руку, и пойти безопасной дорожкой через снос белых драконов. Но это слишком сильно... слишком уже натянутый сбор, такой мини тоже не сильно нравится. Я понял бы, если бы здесь кто-то взял бы Чи, даже не стал бы его осуждать здесь, потому что это тоже нормальное решение. Но пропустить здесь, как кажется, тоже нормальным решением. Мне кажется, лучше пропустить, чем взять. Но оба решения достойны здесь, не будет большой ошибкой. Единица пин выходила здесь. Думаю, это легкая цемогири. Кидается восьмерка пин. Она опасна. Кидая восьмерку пин, мы оставляем себя надеяться на семерку пин. Думаем о Саншку. Я бы чаще всего снес бы единицы пин, потому что даже если мы получим семерку пин, мы можем сделать так, чтобы наша пара в руке осталась пара четырех пин, либо пара белых. Я бы сделал единицы пин снос здесь всегда. Мне кажется, единицы пин снос здесь в среднем сильно лучше, чем восьмерка. И по сбору, и по безопасности. Окей. Здесь цемогири, наверное. Тойман. Тойман еще не показывает, что у него хорошая рука. Все еще. Слевки от речи. Двойка пин. Вот если бы у нас сейчас была бы в дискарде единица пина, а не восьмерка, мы могли бы взять чистки и скидывать белых драконов. А так мы не можем адекватно сбить и патсу и собирать руку дальше. Мы не можем сбить и патсу и дальше собирать руку. Конечно же, сбить и патсу вообще хорошая тема была бы здесь. Но мы не можем. Нам заходит семерка. Сол. Ну, вряд ли игрок слева прокидывал бы форму 1-1-2-2, прокидывая пару двоек. Если 1 спин вышло. И вряд ли он прокидывал 2-2-2-3. И шел к тому, что у него в руке будет 2-3 оставаться. В принципе, наша рука достойна того, чтобы рисковать. Сейчас, после этого захода, я бы, наверное, кинул бы здесь 1 спин. Хорошее решение. Единица ман-рон. Ну, это урон не с нас, но, тем не менее, все могло быть чуть получше у нас. У нас могло быть в руке будет более приятный еще антен, в принципе. Более комфортно и удобно, где нам не пришлось бы кидать противнику слева восьмерку пин, там тройку пин, четверку пин. Все это можно было достичь просто чуть другим сносом. Здесь единицы пин всегда. Я говорю всегда, потому что она в форме 1-4. Мы здесь что-либо встроим. А снос юга поможет нашим противникам быстрее собрать их руки. Плюс юг в среднем будет более безопасен. Если кто-то кинет быстрее, или че. Можно кинуть 4-со, можно кинуть 1-цпин, но я все еще 1-цпин хочу кинуть. Единица ман, наверное, бы я с ума гирил, потому что если в форма 6-7 закроется пятерка или восьмерка, мы сможем здесь изобрести многосторонние формы, 4 тайл в ряд, либо 4-6-7-8 тоже будет позитивная форма. Единица ман в 1-5. Плохое решение единицы в стаде, потому что хоть 1-5 является формой, но у нас есть форма 5-7, плюс ко всему здесь... Но это совершенно не нужный тайл, в общем. У нас и так уже готовы хорошие формы для повторения сетов. Это лишнее. Четверку-со мы могли, конечно, еще придержать, хотя, понятное дело, что я на 7-м часто должен быть в дискарде. На семерке-со бьявили пон. Кстати говоря, слева снес семерку ман, двойку-пин, двойку-со. Это уже хоть какая-то информация, то есть он уже скинул нормально тайл, чтобы иногда быть в темпайе. И он не брал чина от тройки-соу. Единица мана из руки так плавно что-то намекает. Ну, сейчас ключевой момент раздачи, где мы должны принять решение, будем ли мы атаковать, или будем мы как-то уходить отсюда. На самом деле, мне кажется, вот здесь в этой ситуации на редкий момент, я не знаю, как сыграет игрок, но я бы здесь пытался брать волю в кулак и кинул здесь пятерку ман. Закрепить три сета, три формы, три-четыре, семь-восемь и шесть-семь, три идеальных рянована и кинуть самый опасный телл заранее пятерку ман. Вот хорошее решение. Так, ну теперь семерка ман, очевидно. Да, все верно. Так, теперь восток. Хорошо, пятерка пин рон. Как я и полагал, что игрок слева уже мог быть в темпайе уже здесь, но он вышел в темпайе вот здесь. И полный внос единицы ман из руки, при том, что в дискарде есть семерка, двойка там, двойка это означает, что вероятен, что слева есть и кухай. Так все и оказалось. Ну, конечно, за сброс пятерки ман нас могли наказать слева. Возможно, все-таки... Возможно, все-таки слишком самоуверенно было кидать пятерку ман здесь, ведь ничто не мешает игрок слева иметь форму 3-4, который он улучшил из формы 1-3. Вот здесь. Ну, что тут сказать. Могло быть ошибкой. Ну, я считаю, что пин фудора достойно того, чтобы нам играть агрессивно. Просто мы не успели получить тело, которое нам необходимо. Все-таки у нас пятерки ман, наверное, более хорошее решение, нормальное. Так, более такая турка с формами. Белый. Здесь где-то, собственно, белого не ошибка, потому что у нас все тайлы полезны в руке, для которого можно собирать интересные формы. Вот здесь интересно. Здесь выбор между шестеркой пин, двойкой соу. У меня, конечно, двойка соу прямо напрашивается в дискард. Все верно. Чум. Все верно. Единца пин. Четвертая пара в руке. Ну, шестерка пин выглядит уже не так круто, я думаю. Ух ты. Мы кидаем девятку ману. Мы теряем... Соответственно, девятки ману мы теряем восьмерку ман. Плюс девятка ман... В случае нам, если зайдет тройка ман, пятерка ман, четверка пин, шестерка соу, это будет и шантель на четойцу, где девятка ман будет за парой семерок, и будет хороша в четойцу. Здесь бы я кинул шестерку пин, и постарался бы не потерять ожидание на восьмерку ман. Понимаешь, здесь очень много тайлов нас улучшают, но вот эта восьмерка ман, это примерно... Не знаю, в 10 эффективности потеря на сбору руки этим сносом. Шестерка пин более простой снос. Это самый гири. Все, еще шестерка пин, я думаю. Ну, четверка ман и семерка ман, они немного взаимозаменяемы, потому что при заходе шестерки у нас будет более хорошая форма. Но мне непонятен смысл шестерки пин в руке. Конечно, мы получаем гипкость, в плане того, что мы можем взять пон на тройке пин и перестроиться в Таньяо Номи здесь. Но я бы рассматривал эту руку как попытку собирать быстрое пинфу, потому что у нас много готовых рябинов есть. Три-четыре ман, четыре-пять ман, три-четыре пин, пять-шестьсо готовое. Ну, мы все равно кинуть четверку ман. И избавились... Даже от пары избавились, когда мы все еще могли собирать четверцу. Шестерка нам не нужна, но проблема есть в том, что игрок справа можно нелегко открыть, потому что четверка слов 4-5, в 5-7, в 7-8 идет. Ну, к сожалению, кроме как сносить четверку слов, если мы хотим собрать руку по скорости, ничего нельзя было бы. А я бы кинул четверку слов здесь, потому что надо дальше собрать руку. Вряд ли справа сейчас темпай на пятом ходу, чего тут ожидать. Да и Дора девятка-со, это вообще не та масть. Я бы кинул шесть слов, играл бы агрессивно. Тройка-со, намек на еще один сет, возможно, или даже какой-нибудь призрачная саншику. Я кидал бы второй единственной спин, тогда уж здесь, если уж... Понимаете, если я сыграл бы иначе другой ход, игрок сыграл бы по-другому, то мне приходится как бы обновлять свой взгляд на раздачу и смотреть под раздачу в новом угле. Типа, что делать сейчас, а не как бы я сыграл бы, учитывая то, что я сыграл удар до этого по-другому. Ну, сейчас, наверное, не динит спин. Семерка ман. Жаль, что она нам пришла. Ну, я думаю, это легкий снос. Ну, вот сейчас уже игрок справа достойный того, чтобы его бояться, потому что он уже сделал два открытия, одна которая, и скинул нормально от центральных тайлов. Я думаю, нам нужно найти дорожку через снос 3-6-со. 3-6-со мы тут должны сносить. Нам заходит шестерка ман, которая намекает, что у нас может быть трех сторонка в манах, но фуритен. И, наверное, все-таки тройка ман простой здесь снос будет, чтобы не рисковать с шестеркой ман. Ну, думаю, тройка ман, да. Томан объявляется, у него и Кухайдора, и он тоже становится опасным против нас, игроком. Но, наверное, скинул 5-со. На тройке, блин, я бы взял пон, и снес бы 3-со. Хорошее решение. Все-таки, нет, ну, как бы это ни звучало, игрок играет хорошо для четвертого дана. Ну, ну, я думаю, ну, я, как бы, говорю, что, говорю, что думаю, в общем. Ну, надо брать и К-6. Все правильно. Что же будет дальше? Чун. Восток. Симман кинул игрок справа. Тоже, кстати, интересная ситуация. Я понимаю, что Автемпай на Таняо Саншику. Но это тоже интересная ситуация, достойная рассмотрения, потому что нам тут предлагают перестроиться Автемпай в другой. но как бы сложно тоже. У нас никогда не будет хорошее ожидание, не будет стоимости хорошей больше, чем то, что у нас есть сейчас. Просто есть тайна, на которых мы даже будем разбирать свою руку. Это не он. Симпинрон. Здесь все было нормально сыграно. Так, новая рука. Здесь потенциал на хорницу очень хороший. Ну как, не очень хороший, но рука просто очень плохая для того, чтобы собирать обычным способом. Поэтому я всегда здесь пытался бы сделать хорницу. Чтобы остановил меня здесь отсынуться тройки ман. Ну, наверное, я могу кинуть здесь юг вместо тройки ман. Вообще, тройка ман такой, знаете, более стандартный ход. Ну, просто юг один вышел и сброс юга не означает то, что мы не будем собирать хорницу. Но, знаете, такие вещи, которые приходят с опытом. Вот здесь, играв свою огромную дистанцию, я знаю, что снос юга это не потеря хорницу. Это попытка просто еще оставить хороший тайл, вокруг которого можно что-то еще получить какие-то формы. Но рука слабая, все-таки хочется здесь только в хорницу идти. в общем, мне кажется, что тройка ман здесь это тоже хороший вариант, хороший снос, но немножко недоразвитый, типа, ну, чуть-чуть не хватает ему, то есть, я бы здесь чаще снастил бы юг. Все равно, хорницу номи там с юга у нас не сильно будет устраивать в итоге. А тройка ман все-таки формообразующий тайл, светообразующийся, можно так сказать. Ну, здесь просто уже сразу в хорницу было принято решение идти. Я, может быть, так сильно не спешил бы, но если мы оставили юг, то уже логично и оставлять и север. Хотя бы так себе. Ну, все, мы идем в хорницу. Здесь, я думаю, даже объяснять уже нечего. Сбор в хорницу очень редко имеет разницу. Здесь мы просто пролистаем. Минхон читается может перерасти, может минхон читается. Если есть о чем подумать. Я бы кинул юг, потому что чаще всего юг будет справа. А так, мне кажется, у него кловерки нет ни севера, ни юга, но если у кого-то есть север или юг, то это юг выберка справа, поэтому юг. Хорошее решение. Север вышел. Пятый слой кидает слева. Нам совершенно ТЛ, по-моему, не нужен. Он только хуже нам даст. Я не сделал бы ничего на этом далее, пропустил бы. Север. Чун вылетает. Чун обыкинул, да, двойкоман она может не пройти иногда. Восток. Юг. Минхон, читается и шантен, между прочим. Двойкоман проходит удачно. Двойкосон, четверка пин. Четверка пин, это уже суперстремный тайл. Здесь есть о чем подумать. Вообще, здесь вот сейчас сложный момент. На самом деле, девятка пин нифига не сейв, потому что мы видим много четверок пин и девяток пин. Здесь нужно какое-то сверхразумное решение, все-таки мы не хотим уходить здесь в полную защиту и осознаем, что и четыре пина, и девять пина опаснейшие тайлы, но и восемь опаснейший тайл. Прямо полностью разбираться, здесь нужно иметь большую силу воли, чтобы полностью разбираться. Даже если разбираться, то все тайлы могут быть опасны. Сейчас действительно сложное решение, которое надо принять. Я бы, наверное, блин, хочется сохранить и шанты, на самом деле. И вышел три восьмерки пин, ну, я думаю, девятку пин все-таки я кинул бы. Блин, это вот сейчас было непросто, если действительно это будет ситуация серьезная, то здесь сейчас непростое решение было принято. потому что это вообще не шуточный тайл. Одинцаман с манкери. Дора выше слева. Ну, осталось всего два хода сейчас. Сейчас ситуация немножко другая. Сейчас немножко изменилась. Ситуация стала другой. И теперь нам уже темпай номер может нас, то есть мы можем уже не получить его. Ну, здесь сейчас, наверное, я скажу то, как игрок не сыграл, потому что сейчас то, что я скажу, это скорее всего то, как игрок не сыграл. Мне интересно, как он сыграет, конечно, но здесь бы я наверняка уже сдался бы. То есть я имею все какое-то желание двигаться вперед, но здесь бы я остановился. И я не кинал бы здесь восьмерку соу. Хотя восьмерка соу на самом деле редкий эту форму 7-9, потому что я вижу три девятки, две семерки. Но речи лишь одной пятерки, значит пятерка была в какой-то форме. Учитывая, что у нас вверху две пятерки, то форма 7-9, все-таки вероятно слева. Я бы кинул 5-100. Я об этом решил уже наверное секунд 10 назад. Все еще сохраняю свое мнение. Я бы кинул 5-100. Ну, не знаю, кто этот игрок на сокол хорош. Но это очень хорошее решение. 8-100 кинул игрок справа, мы повторим за ним наверное. А, можно не повторять. Нет, хотя стоп, интересно. Интересно, ведь зачем нам обязательно было бы здесь повторять снос. Мы сохраняем из-за антенны снос на пятерки соу, но 5-100 может не пройти направо иногда. 5-100 может иногда не пройти направо, а нам все равно придется рисковать, если мы получим какой-то тайл. Мы не готовы скинуть налево ни 6-со, ни 4-пин, ни 7-пин. Поэтому я бы снес здесь восьмерку соу. Мы не готовы снести ни 6-со, ни 4-пин, ни 7-пин. То есть даже если в случае мы получим этот призрачный темпай, мы все равно не можем здесь позволить себе снос опасный. Нет, я бы так не сыграл. Плюс я не вижу 2-11-соу, никто не фолдит дорами. Скорее всего слева есть пара дор, пара 1-соу слева должна быть, потому что ни у кого больше нет этих дор, никто не фолдит. Слева там пай 4-7-соу. Там пинопейка дор, окинул ричи. Нормально ричи. Все в порядке здесь. Так, у нас хорошая рука с дорами, и вот здесь ошибаться уже нельзя. Это белый, конечно. Север. Интересно. Здесь сейчас интересно. Я бы кинул четверку пин здесь, потому что я понимаю, что это трехторонка, она ей и останется. Иногда можно доставить себя кинуть восьмерку ман. Вообще четверка пин, по-моему, здесь классический снос, потому что не хочется ничего терять. Блин, хорошо играется. Самогири. Я бы самогирил, потому что не хотел бы терять здесь семерку соу. Просто так. Плюс треки сои что-то получать, это придется очень научить сносить. Саншку здесь это просто призрачное. Все равно. Мы потеряли скорость. Ну и вот аукнулась. Ожидания и реально совпадают. Когда ты думаешь, что тебе снос аукнется, и он на тебя аукается. Ну вот. Я понимаю, что если снес восемь слот, то семерка сам может не зайти. Но ведь когда-нибудь она может зайти. И если она заходит в ближайшие четыре переходов, то это уже наказание сильное. Ну вот, аукнулась. Хорошая рука, и мы не можем ее собрать, потому что мы совершили ошибку в сборе. Ради чего? Ну, конечно, аукнулась, но мы бы и так не собрали бы, но тем не менее ошибка такая, нормальная. Двойка ман, наверное. Мне она просто не нравится. Секундочку. И только сейчас было принято решение снести девятку ман. Я бы кинул ее намного раньше. Пять пин. У нас еще недостаток форм, и, наверное, я пятерка пин не задержал бы. Все правильно. Все хорошо. Девец, к сожалению, нам здесь слава помогает, потому что у нас пара семерок со чаще всего будет в руке. Я бы, наверное, девятка со самогирил бы здесь. Так, почувствовал, я бы здесь самогирил бы девятку со просто потому, что зайдет нам восьмерка, что у нас будет пять-семь, и шестерки ман будут парой. Я бы кинул здесь девятку со сло. На шестерки ман берут поны, я считаю, что это глупо. Мы берем поны на шестерки, если мы берем поны на шестерки ман у нас будет Таняо Дором в лучшем случае, и то не всегда будет самое хорошее ожидание, потому что здесь два-три в руке. Эта рука не быстрая, этот пон здесь совершенно уже сильная ошибка. Мы здесь сильно ошибаемся и скорости сбора, и стоимости сбора, и вообще в смысле сбора этой руки. мы находимся на втором месте и опережаем четвертое место на десять тысяч. К чему нам здесь сейчас торопиться? И почему эта рука достойна того, чтобы торопиться? Это попытка вымучить руку из ничего. Причем мы могли взять непону, мы могли взять Чи-3-4-5. Это было бы лучшим решением. Потому что мы берем Чи-3-4-5, оставляем и пару, и можем еще два-пять встроить сюда, а потом снести 9-7. А так у нас еще осталось. С чем мы остались? Это слабый Шантен, где мы будем вынуждены рисковать. Семерка Ман опасна против Тоймна здесь, кстати. Я бы, наверное, не тоже бы сильно опасна, просто опасна. Он может воспользоваться тем, что мы объявили Пон, и у него может быть форма 6-8-8-9. Я бы проносил пару Семерок СО. Все нормально. Тройка СО. Немного стрёмный тайл. Я здесь полностью уходил в защиту, наверное, день спинки дал бы. Хорошее решение. Взяли Пон и вынуждены защищаться. Надо подумать, что дальше делать. Что делать дальше. У меня побольше времени, чем у игрока. Я могу подумать побольше секунд. Наверное, я обкинул бы обычную пятерку СО. Обычную. все хорошо сыграно. Ну и вторую кидал бы. Все естественно. 6 пин с Магири. 4 пин. 4 пин двойная октава, но мы иногда можем здесь собрать пайноми, по-моему, если мы скинем 3 или 6 СО. А, ну я бы, наверное, может быть, нашел себе силы и рискнул бы кидать шестерку СО здесь. Ну, наверное, я, наверное, смог бы рискнуть. 4 пин мне кажется более безопасным тайном, конечно, но темпай был бы тоже приятным исходом для нас. В 3 6 СО, блин, почти не верю в 3 6 СО. Я почти не верю в то, что там 3 6 СО могут ждать. Ну, не, ну могут, конечно, могут. 4 пин смоги лети либо 3 6 СО. Видим, 3 4 2 5 и справа 5 СО может быть еще. А, ну у нас полный 6 объявлен, поэтому шанс темпая будет маленьким все равно. Ладно, 4 пин бы я кинул, я передумал. 3 СО. Это яйца, конечно. И проходит. Так, ну теперь 6 СО либо 7 СО. 7 СО, наверное. Ну, наш риск, даже мы вот рискнули и нам все равно ничего не дало. Просто глупость получается. 6 СО. То, я ему ждал на 2 5 пин. Мы его немножко законтрили, но мы все равно на 10. Так, следующая сдача. Опять хорошая рука. Восток, правильно. 9 КМАН либо 2 КСО. Я кинул бы здесь 9 КМАН. 1 КМАН. Запад. 2 КМАН более позитивный ТАЙЛ. Потому что 2 Единицы КМАН вышли, можно найти 2 КМАН, 3 КМАН, 4 КМАН. Из-за того, что у нас в руке полный 4 КМАН, мы сильно отрезаемся. И шанс того, что мы соберем сет. Вообще, то есть, кидает 2 КМАН, мы теряем 1, 1, 2, 3, 4, 5 КМАН, по сути, для эффективного сбора. Пятерку МАН не полностью теряем, все равно обидно за нее. Так. На самом деле, уже какая-то надвисает угроза зеленой. Я бы кинул бы единицы пин, потому что я не сильно в нее верю. Хочется позаранее скинуть, хотя она и так будет безопасно, наверное. Потом 2 КСО, единица СО, а почему не единица СО? И потом он может лежать в темпай, но я бы все равно кинул бы. Слева кидается семерку пин, и вот здесь бы я взял бы ЧИ, потому что у нас здесь есть аккуратная дорожка через снос девятки. Нет, девятка не аккуратная дорожка, конечно. Я взял бы ЧИ снес близь Дору. Даже я бы так сыграл бы, потому что нужно попытаться что-то реализовывать со своей рукой. Конечно, мы можем вытащить восьмерку ман и не кидать девятку здесь. Все-таки у нас еще много тайлов октавы 6-9 ман, но я бы постарался бы все равно взять этот ЧИ, потому что если мы не возьмем этот ЧИ, мы никогда не соберем свою руку. Нет, я сыграл бы подругу, взял, я сыграл бы ЧИ, скинул бы единицу со здесь. Ну, игрок не взял. Само говорит, Тойман. Трясо. Две двести с каждого. стрёмненько, стрёмненько. Можем проиграть, теперь нам нужно играть, думать о том, чтобы не проиграть Ханчан. Играть более агрессивно придется. Два команд. Я бы сразу взял бы, ребят. Просто признаюсь в говнарстве, но мне главное не проиграть. Тайл закрывает плохую форму в руке. У нас есть план Б и план С, это белый дракон, зелёный дракон, плюс очень маловероятная Саншку, 1, 2, 3. ЧИ всегда взял бы, короче. Отказываться себе в этом ЧИ, это отказ в сборе руки, очень часто. Я бы взял. Я бы, наверное, даже, может, мышку сломал бы ради этого ЧИ. Очень хороший Тайл. Но мы отказываем себе в дополнительных планах на сбор руки теперь. Тома Кеатричи, нам уже становится главное не набросить урон. И мы не набрасываем патут с ума Кадорой. Томан решил показать, как он доминирует в доминации полных мужчин. Ну, цель игры сильно изменилась, теперь нам главное не проиграть. Я думаю, мы должны просто играть так, как будто мы защищаемся. под хороший Тайл он заходит. Интересно, что делать. Но я бы кинул здесь, наверное, восьмерку ман. Потому что здесь можно получить двойку пин. Можно перестроить форму в манах. 2, 3, 4, 5, 5, 5, во многие другие. Плюс хочется играть немножко более безопасно. Хорош снос. 8 соул, тут уже стремный момент. То есть я понимаю, что выглядит не особо опасно и может пройти. Проблема лишь в том, что если она не пройдет, наказание будет очень жестким. Здесь я, наверное, прокидывал бы пару девяток ман. То есть я понимаю, что там может пройти, но мне кажется, если он не пройдет, наказание будет очень жестким. Я не готов к такому наказанию просто так. Пятерка ман кидает С Таймана, мы можем взять пон. Блин, охренеть ошибка. Нет, я нажимаю нет, я могу просто дальше смотреть точнее. Мог взять пон, после пона придется прокидывать 1-1-9-9 и СО-4 Тайла, где-то еще наращивать сет. Да ладно, это плохой пон, потому что слишком много будет проблем потом. Семерка сла заходит, ну, я в десять кидал бы девятки ман, профт, изи. Нет, тройка сла это какой-то плохой вариант. Девятки ман, просто потому, что хочется собирать свою руку дальше, шестерку ман кидал Тойман, поэтому девятки ман кидать проще. А снов тройки СО, это какая-то безинициативная игра будет. 6 СО, ну, хочется взять Чи, но, блин, если бы девятку ман, потом взяли бы Чи, на шестерке СО, у нас осталось бы тройка СО, а тройка СО могла быть форма, короче, сетобразующим тайлом. Взяли бы Чи, снесли второй бы девятку ман, потом бы где-нибудь взяли бы по 0, здесь нарастили бы сет, и тройки СО нарастили бы сет, и могли бы снять 2 Доры. Такой путь у нас был, но мы к сожалению ничего не можем сделать. Хотя нам сейчас идеально зашло на редкость, большая редкость, честно говорю, что нам так заходит. Теперь мы снесем единицы пин. Все просто и логично. Единицы пин. У нас игра подводит к опасному сносу. 700. Господи, какие тайлы. 700, это же очень жуть тайл. Я предпочел бы вообще не выбирать в опасный маджонг. Сидрать аккуратненько. Может опять перейти в читой и шантен. Нет, вариант шантен, это не шантен будет. Внести две пары могли собирать читой. Господи, как глупо. 7 сом очень опасно. И на левый опасно. Он скинул 3, 8, потом 6. Это всегда паттерн в сторону того, что этот тайл опасен. Ну, я кинул наверное здесь пятерку ман. Потому что пятерку ман можно пронести. А в сом можно еще какой-то сет попробовать сделать. Пускай с фуритеном, но мы не имеем права кидать тройку пин, не имеем права кидать здесь шестерку пин. Семерку сом полюбас не можем кидать. опасен шитайл. Ой, господи. Вот пипец. Это опасно было. Нас не покарало, в общем, не изнасиловало, скажем так. Но мы просто кинули опасен шитайл сейчас. Мог быть иногда доб урон, это того не стоит. Я повторю то, что я сказал, я кинул пятерку ман бы здесь. Одну, вторую я уже не знаю по обстоятельствам. Это опаснейший снос, как по мне. Но нас не сильно наказало еще. Мы остались на нашем месте, но нам уже не по себе. Пон и наверное попытка собирать той-той. Ну пособирая той-той либо хоницу, я бы здесь кинал бы четверку ман всегда. Потому что может вернуться петух. Петух хороший таял для той-той. Ну по ходу дела идем в хоницу прям насильно. И нам заходит белый запад. Запад окинул бы. Нам хорошо заходит. теперь наверное надо кидать белый либо восток. Нет восток дора. Белый либо юг. Белый либо чун еще выходил. Ну маленькая равен с чем крошечная. Юг прошел. белый прошел юг белый. Ну все мейш антенн. Пон темпай хоницу две доры. Нам может идти еще какое-то улучшение сюда. Хоницу две доры. Хорошая рука. Хороший заход. Ну мне кажется мы здесь почти вынуждены рисковать. Будем в запад. Нам заходят халявные тайлы. Три пин сейф. Четверка соу. Блин как нам будет опасно неприятно набросить тойману. У нас есть блин нам иногда приходится просто мириться с тем что нужно уйти из раздачи. Тойман кинул рище девяткой соу. Учитывая что девятки соу вообще не выходили эта девятка соу имеет какую-то полезность для той мэна. Скорее всего это форма 5 6 7 8 9 9 из такой формы он кидал девятку поэтому четверка может быть опасно. есть я бы даже может пятерку соу кидал бы более уверенно чем четверку со здесь. Еще четверка со уже одна выходила. Нам просто был бы феникс или ханчан где мне очень важно сыграть на не проиграть как любых ханчан тенхан это я попробовал сжать зубы и кинуть бы здесь тройку пен конечно но все что все что говорит во мне что мне нужно сделать это кинуть четверку со может быть здесь из-за этого сейчас будет выигрыш у нас но не знаю хотя тройку не знаю я еще не знаю как я сыграл подождите нет тройку пен думаю бы легко кину тройку пен потому что проходит на самом деле утром можно ожидать быть на 2 5 пен хорошо я бы здесь наверное бы посчитал что вероятность наброса четверкой со где-то 40 процентов и не более того и наверное заставил бы себя кинуть четверку со да думаю но не за 15 секунд а секунд за 20 размышлений все-таки на шопусе силы кинуть четверку со но это очень опасно это очевидно это легкий снос ух ты ну четверка со это на грани ребят это на грани так это на грани это просто ужасно так рукопхожие находится и на попытку встроить дорого сюда можно я бы здесь кинул бы наверное начал бы севера зачем клад торопиться теперь я кинул бы наверное вообще хочется собрать так руку чтобы выиграть кончан в этой руке есть потенциал на это я накинул здесь восьмерку ман или двойка сон учащий восьмерку ман а на восьмерке пин я всегда бы взял че и шоп веку охотницу здесь это легкая че легчайшая просто че 789 это просто легчайшая че я не прям почему оно не было взято собираем кухонь у нас может даже накинуть манган кому-нибудь и не мучить себя ну нет это очень плохой пропуск нам заезжает он брать нужно да диркопин имеет в себе некоторый смысл потому что можем вытащить шестерку пин и ждать форму 679 на восьмерку темпой три стороны думаю мы здесь нам нечего менять пока справа не влияет речь нам нечего менять а вот чем можно было поменять другая трехсторонка но она излишне здесь у нас все и так устраивает там там более плохое ожидание было так рука в которых есть форма но нету яку сохраняем драконы семерка о интересно нужно ли здесь сделать жертву драконов либо жертву драконов сделать либо семерку мант сложно сложная ситуация кстати без шуток вообще можно найти себе силы кинуть девятку со здесь можно найти но это прям знаете супер супер сверхразум просто если мы сейчас кинем драконов то ему или слева объявят якуха и мы останемся на третьем парашном семерка мант сильная жертва семерка мант сильная жертва в сборе руки в закрытую ну все еще лучше чем снести драконов здесь все еще лучше чем снести драконов и даже сейчас я может быть кинуть девятку сон но здесь уже все кончилось терпение полетели и кухайные тайлы тоже нормально в принципе девятьсо у нас Таняо Дора и Шантен если мы соберем Таняо Дора нет нужно Таняо Санюшку Дора со стены Таняо Санюшку Дора со стены и мы выиграли так Таняо Санюшку Дора дожди со стены нам нужно урон на пятерке соул и интересный момент то что мы можем пропускать урон на двойке справа урон на двойке со справа мы не берем это будет самым плохим результатом раздачи ах ёпты ну мы были в темпайе на первое место и нам немного не повезло что Таняо победил ну Таняо много странных талов дискарде видно что у него хорошая рука судя по Цмагире то что он теснёс из руки всего лишь север единственный цуман четвертый свой это означает то что у него там чуть ли не шанты раздачи не та кнопка горе профессионал так вы шутите что ли стартовая рука вы че шутите как он разыграл стойте ну да и пятерка заехала ну ему конечно долго заезжал темпай в такую руку стартовую тем не менее тем не менее ну по хончану могу сказать то что сыграно в принципе очень хорошо там какой-то был наброс который я просил не делать это вот эта семерка сло это тут нужно было посидеть подумать о сносе то есть я сказал что это может быть добурон даже но это опасный снос я обосновался всеми различными способами то что здесь 386 и то есть мало то что отдаемки так еще подтверждение отдаемки на третий тайл который из этой формы центральной то есть когда кинается 38 у человека там 5-5-6 либо 5-6 либо 5-6-6 и когда вылетает еще шестерка смотрите там если бы это было бы как сказать ну короче шестерка здесь носят шестерки потому что она ближе к восьмерке то есть там было 3-5-6-6-8 тройка ненужная там что-то где-то другая форма в руке меняется остается 5-6-6-8 8 вносится оставляю 5-6-6 это как возможность пары улучшить другую пару руки что-то закрывается там и сносится шестерка оставляю 5-6 в общем это все просто так и форма 3-5-5-6-8 8 сносится что-то где-то закрывается сносится тройка остается 5-5-6 и так же могла быть пятерка здесь только единственное что у них поменялся порядок была бы здесь восьмерка а здесь тройка то есть отдаемки двухсторонние типа бывает 3-8 8-3 они по сути одинаковые но есть маленькие нюансы и в обоих из них нежелательно кидать семерку но это все конечно же так ситуативно то есть можно было избавиться от этого наброса тоже и вот здесь у нас было бы на 100 очков больше у нас было бы воросу на 2200 очков больше тогда бы и вот здесь мы могли бы взять ровно на 200 справа если бы нам скинул бы игрок справа на 200 вы понимаете какая разница небольшая наброс в 1000 там 4 девчон правда еще и не наброс в 1000 открываются новые горизонты новые возможности ну это конечно же не так сильно важно как наброс в дорогие руки или какая-то другая ошибка но тем не менее маленький недочет был совершен так я оставлю видео на паузу прошло 43 минуты 30 секунд сейчас открою второй реплей и продолжу записывать видео разборов игры одного из опытных четвертых данных тенханета вообще сыграно хорошо точно могу сказать то есть ханчан был сыгран хорошо очень многие решения были похожи на мои по крайней мере с моей точки зрения и с моей точки обоснования ситуации прямо ок прямо ок сыграно так снимаю с паузы прошло буквально одна минутка я успел немного пить чаю так ну что пора начинать смотреть следующий реплей 2019 01 20 а вообще 3 дня назад был сыгран что ли 21 вечера 20 января у них так формат логов вот он весь написан когда была сыграна игра так ну это 2 2 ханчана разбора открываем так музыку музыку убираю так стена не нужна поехали 2 ханчана будем разбирать вот раз так 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 начнем и уже интересно уже интересно с самого начала как бы эту форму вообще рассмотреть и мой классический снос таких рук это восьмерка ман потому что 5 6 8 может стать парой и формой то есть 5 6 8 можно превратить в 5 5 6 8 в 5 6 8 8 а восьмерка ман слишком сильно зависит от семерки ман плюс одна девятка ман уже вышла то есть мы здесь не так сильно не так часто получим восьмерки ман какое-либо улучшение плюс если нам закроется 5 6 7 8 будет 5 6 7 8 то у нас появится потенциал на Итсу закроется 4 5 6 8 тоже будет потенциал на Итсу но более плохой потому что там будет там может быть не будет пинфу или что-то еще кинул бы восьмерку ман здесь по-моему всегда уже кидаю из схожих рук так пон пон пока ничего не боимся семерка со кстати говоря любопытная вещь потому что мы не скинулись восьмерку ман мы сделали так что восьмерка ман может стать нашей парой это очень интересно лол девятка ман блин атафак я где-то не доиграл черт побери восьмерка ман становится нашей парой ага вот теперь вот теперь как бы я должен поднять палец вверх и сказать что у нас был бы темпай сейчас на 3 6 соу но это все еще семерка ман нет сыграно правильно то что снесено на 9 7 и 7 8 9 потому что у нас в руке два хороших рянмана все правильно было сыграно просто нам как-то аукнулось так что у нас мог быть темпай раньше мог быть такой же темпай но быть раньше ну все равно сыграно очень хорошо но дайте я вернусь все таки совершенно не очевидно что именно восьмерки ман будет нашей парой в руке здесь по-моему это совершенно не очевидно и просто воля в случае нам могло дать и что угодно совершенно воля в случае то что восьмерки ман стали нашей парой ну это сложная ситуация ну посмотрите на ситуацию ну как понять что именно восьмерки ман и сета 7 8 8 9 будут наши парой ну это не очевидно совершенно тем не менее так зашло что именно они стали нашей парой ну ну совершенно простое решение ричи хотя на тройке со это будет манган даматен но тем не менее ричи все равно правильное решение нам не накидывают мы не берем справа справа у человека в руке наверняка вся рука и со стоит и он ждет на со поэтому нам опасно было бы кидать ему 2 5 что-то похоже ну попали в левый урон но это и под ричи и все в порядке здесь так следующая сдача север не наш ветер запад наш ветер поэтому север имеет чуть меньше смысл для нас хотя в руке прослеживается какой-то читой потому что рука слабая на формы вот сейчас вот сейчас вот не до этого ходом а именно сейчас стоит задуматься серьезно о читой и наверняка мы тут никогда не собираем какую-то другую руку кроме читой поэтому восток и чун слишком сильно большую цену зеленцы имеют я бы кинул бы здесь тройку пин потому что мы так заранее заломим на единицу пин оставим потенциал на акадору 2 к ман наверняка в стене чуть чаще потому что слева кинул единицу ман хотя я кинул единицу ман повно поэтому 2 к ман слева могут быть и могут и быть 3 пин это вот эта жуткая ошибка что надо кидать здесь просто мега жуткая потому что эта рука может быть только читаем ну я понимаю что может быть 8 ман 8 пин 2 пин ну либо восток он можно взять но эта рука не имеет никакой стоимости только читой и чудо и чудо в этой руке это просто мега сильный тайл 3 пин я все еще кидаю 3 пин если бы я кинул до этого 3 пин а сейчас был бы какой-то у меня выбор я бы кинул здесь 5 пин эх ну это уже нелогично сейчас такой смысл ой господи щиток происходит ну то и шантенна то и то или большинство и кухай и 7-9 ман живые все еще что тоже добавляет нам смысл сбора руки но как же все это стрёмно могли быть темпально читаются возможно то и то и кухай мы очевидны уже наверное в оллинии так сказать мы не можем уйти из раздачи но это тройку ман и на эту тройку пин точнее вот я кинул бы намного раньше вообще где 9-9 ман давайте посчитаем вряд ли у той мана справа мог нет ну у кого-то пара 9-9 ман это маловероятно вот слева кинул 8-9 ман очень поздно значит левая 9-9 ман могут быть иначе какой смысл был их долго держать а нет нету ну сыгранно как сыгранно но это какой-то эксцентричный немного сбор я бы больше думал о читой чем блин то есть по сути мы сделали из 4 пар 4 открытия и нам кинули 7-9 ман то есть намного чаще но если мы будем собирать свой тойтой и кухай то у нас в руке останется темпай на 7-9 ман 7-9 пин а не на другой темпай на 9-9 7-9 то есть там появилась 7-9 ман нам ее кинули она вообще возле дворы ее могли никогда не кинуть тем не менее я бы не уходил бы от читая вообще никак так и даже и даже я ушел бы от читая я все равно у меня был бы шанс сохранить потенциал на такую руку но я давайте вернусь все-таки это разбор это разбор и сейчас нужно внести хорошую логику если бы я вот здесь если бы у меня вот здесь в дискарде уже лежала тройка пин и сейчас бы зашел бы восток и я бы кинул бы пятерку пин у меня все еще был бы потенциал вот сейчас собирать той той то есть у меня сейчас был бы еще антенна читойцу но у меня был бы один тройка восток то есть сейчас у меня в руке лежала бы чун и какая-нибудь единица пин лежала бы и вот после этого сейчас у меня в дискарде не один пин и пять пин а скажем один пин и чун и вот сейчас в этой ситуации на девять пин возможно я бы взял бы пон и скинул бы единицу пин а потом кинул бы чуна я потерял бы зачем мне шестерка пин в якухайноми я хочу собирать руку со стоимостью зачем здесь собирать якухайноми это около бессмысленно и потом уже вот здесь нам конечно повезло что нам кинули семерку ман и все еще пошло по хорошей возможности у нас то есть хорошие возможности но тем не менее сыгранно немного не точно то есть я собираю читой не отказываться от той той особенно при заходе востока в закрытую но чун здесь имел бы большой смысл для читая и от той той мы от плоской руки или там не знаю как той той называется мы бы не уходили 4 сета пара нас бы не ушло хорошая стартовая рука у нас здесь следующая сдача запад тоже к сожалению с могилем блин жалко восток у нас еще антен чуна кидают и мы берем чуна ради ради номер руки а после этого блин ну стойте ну как так то о чем вообще запад кинули нет запад лан запад простой жалко начни брать полно интересная ситуация ради какой номер вообще нет я бы наверное тоже взял бы то как бы я сыграл после этого так сейчас вот после упона тоже есть вариант подумать три варианта 8 пин 9 пин 3 ман я покинул бы здесь наверное 8 пин потому что 9 пин чаще можно получить с тяны 9 пин будет более безопасно окей 8 пин теперь у нас много тайлов мастер ман улучшают нам предлагают такой темп айна соглашаться я бы соглашался на такой темп ай снос тройки ман у нас улучшает заход шестерки пин со стены заход тройки пин со стены и плюс ожидание сейчас намного лучше чем просто сеть фуфлышничать мы часто можем улучшить нашу руку благодаря двойки ман четверки ман пятерки шестерки ман двойки пин но тем не менее даже снося тройку ман мы все равно можем улучшить свою руку заходом шестерки пин тройки пин со стены можем взять урон на пятерки мне кажется все таки value сноса тройки ман побольше чем с магири шестерки пин то есть я бы здесь закреплял вот импай чаще плюс две двойки ман вышло даже если объединиться ман со стены или четверка ман со стены все равно будет ожидание чуть-чуть слабенькое я бы сохранял бутэмпай здесь я бы сохранял бутэмпай семерка сло на самом деле наши противники уже открылись наши противники уже открылись и даже слева скинул несколько странных тайлов и томас кинул 228267 у темно уже очень хорошая рука и стоит ли наша рука того чтобы рисковать здесь тоже хороший опрос впрочем то есть по логике вещей тойман может опасные тайлы против тоймана это все тайлы соу центральные и конечно же 47 ман еще опасно против тоймана пятерка сло кидалась слева и после этого сноса ничего не происходило то есть два сло можно кидать точно против тоймана потому что я вижу нам мы все равно не темпай это очень важная информация то что мы не темпай здесь и мне кажется мы можем перестроить свою руку более интересно если снесем тройку ман которая более безопасна семерка сло опасно да все правильный ход то он говорит то он сносит 600 четверка ман блин четверка ман я говорил ходом ранее свою логику что 4 4 7 ман тоже опасны но есть там страх и риск совершенно не хочется вообще рисковать не хочется потому что наброс может чем-то сказаться как-то ну нужно взвесить чего наша рука стоит и что мы получим за ее сбор а что мы получим за то что мы накинем тройку пин проходила сейчас но тройку пина жалко кидать тройку пин я бы кинул наверное я не знаю что я кинул бы но тройку пин кидать жалко честно скажу четверку пин хочется больше кинуть чем тройку и все ждать подумаем нет четверка монопастный снос с чего вообще я взял что у той она дешевая рука отставая на 5200 не будет собирать на ней ауноми плюсы ему в руку идеально встраиваются дорого у кого-то здесь точно есть дорогая рука поэтому наш сбор должен быть абсолютно безопасным ну как найти здесь безопасный дорожку я покинул наверно тройку пин ну я еще переходного сказал что то именно опасный все соу и 47 ман очевидно я блин ну чего ради мы здесь рискуем просто вот этот очень важный момент семерка соу тоже очень опасно кстати чего ради мы будем рисковать мне кажется что все пины 3-3-4 можно прокинуть здесь сейчас потому что тройка пин проверили ну таниао саншику 4 доры вообще нехило конечно ну любые тайлы кроме 4 семан и цитровых октавцов можно было кидать ну и все дальше подумаем чтобы я здесь кинул бы просто я кинул бы если я думаю что 4 пин здесь кинул бы конечно но после становится четверки пин такая неприятная фигня образует что мы тройку ман сносили прошлым ходом то есть а все равно четверку суммы кинуть не можем у нас должна быть такая дорожка где мы собираем руку и защищаемся одновременно ну то верно тройку пин кинул бы все таки ну конечно ужасный кошмар то что мы накидываем в такую стоимость слишком большая стоимость ну мы должны отыгрываться теперь уже будет какая-то ричи какой-нибудь искать стоимость ну блин слишком огромная стоимость мы набросили девятка ман вот это просто поражение мне кажется есть поражение но это плохой внос здесь она благодетку ман потому что мы можем очень много улучшить тайлов вокруг соу получить то есть мы этим сносом теряем масть плюс как к всему типа можем собрать санжку 5-6-7 иногда это просто ужасный снос мне кажется верх эмоционально подавлен пас это ну пас или не пас но мы 600 снесли из-за того что мы 600 снесли это должен быть пас если бы мы не сносили 6 со может было рассматривать бы чьи второй тайл второй тайл уж хочется больше взять я не знаю я может быть и взял бы потому просто потому что надо собрать руку от нас все тайлы нам все тайлы кидает и мы пропускаем и это может прям сказаться сильно эх вторая штука со ну как мы еще могли сыграть здесь здесь бы я кинул бы девятку ман всегда покой смысл брать чина первой шестерки и кухай дура тот звуки будет без кого-то плана б мне такие варианты не сильно нравятся особенно когда нужна стоимость поэтому ладно первую пропустим точно потом вторая причем из руки что-то тоже интересно что же он там собирает слева ну не знаю я бы все-таки не справился бы и взял бы нет этот тайл я уже взял бы потому что ну да этот тайл я уже точно взял бы в чьи первый пропустить возможно это просто показать характер и показать что можно уже забирать дорогую руку нам но второй бы я взял точно эта форма может никогда не закрыться в пинах я бы взял сейчас бы я точно взял бы я решил взял бы здесь скинул бы 9 но мы не берем 9-ка ман мы скидаем 6-ка сон зачем мы берем 6-ку ман это бесполезно у нас и шантен на Итсу и шантен на Ричи Дора и брачили и шторки ман здесь просто отвратительно мы уничтожаем то за что мы боролись мы боролись за стоимость мы боролись за скорость Бора в закрытую и тут мы берем дачи еще мы достигаем отвратительно у нас и шантен на руку Номи плохо я бы просто старый прикол что бы мы брали со стены 6 пин да портарай прикола брали бы темпай на 8 пин да все закрываю стену ну ну чего мы добьемся этим поном рукав слабая слева набросил чипацу чипацу однодора мы на первом юге эта рука будет той-тоем вот столько кидаем потому что он вышел на западе я брал бы пол иначе мы вообще не имеем шанса собрать эту руку мы не соберем эту руку если не будем открывать полно здесь наш план это той-той севера либо той-той с канами совершенно безумный путь собрать стоимость иначе мы не соберем эту руку никогда пропуск запада это большая слабость ну соответственно и 2 кислоу ну все я уже эту раздачу по-другому играл бы я уже не знаю о чем думать в этой раздаче вот мы помогли яркую справу открыть сет и он сносит 600 3 ман это означает то что игру справа уже может импай игрок справа сейчас бы я уже сделал бы и фолдил бы хотя тут собирается рука конечно но я бы уже фолдил лишь бы не попасть в рон направо мне стремно накидать яркую справу тайло уже сейчас вот темпой внезапно я бы туровать уже уже бы ушел за раздачу чтобы я вам честно говорю тут речи на котором можно сделать можно кинуть так просто домотен остаться домотен более сейфовый вариант 3 ман 9 ман проходит 4 ман с в руке можно я кинуть речи может быть игрок боялся кинуть 4 ман ну тут уже не зависит ничего от игрока сумма лол то есть я собрал здесь стоит твой номер а игрок смог собрать манган ну не знаю можно начать что этот игрок переиграл бы самого меня в сборе руки но я бы здесь не собирал читойцу так я бы здесь по другому разыгрывал ну хоть эта рука похожа на читойцу или той той но здесь считал их конечно хороши для читой ну зашло ну так не часто заходит прям хорошо настолько все таки манган был собран сукаутов было дать посмотрим еще одна пятерка диска еще есть два аута было на самом деле можно даже больше сейчас я построю ради интереса пятерку тойман я бы так не сыграл я бы здесь располагал что рука хороша для открытия понов на этих тайнах двойка двойка единица запад и собирал бы той той номер попытался бы а там как пойдет сканами и прочим так бы я не разыгрывал в следующий раз дальше мы поднялись рука старта очень хороша восемь пин все правильно четыре пин тойман идет ну надо идти в ходницу здесь очевидно офигенно так пора читать руку тоймана потому что у него уже три открытия у него хотя тут хрен прочтешь у тоймана может быть еще очень слабая рука семерка софт здесь вместо юга сильнейшая ошибка монстр ошибка я даже сказал бы потому что мы теряем шанс того что мы можем взять пон на семерке соу теряем шанс пона на девятке соу это сразу несколько ухудшений нашей руки это просто дьявольская ошибка а и так же мы теряем темпай при заходе единицы соу и заходе четверки соу это просто дико дикий дикая ошибка в общем огромное пораженческое решение внос семерки соу здесь почти никогда не будет иметь профитов это решение но чьи 6 урон жаль а если бы мы снесли шестерку пин раньше вот здесь смотрите по этому дискарду нельзя сделать вывод что слева ждет на шестерку пин потому что у него весь дискарду абсолютно сухой то он уже использовал сет чтобы взять шестерку и скинул четверку и четверка еще одна вышла скорее всего у тоймена какая-то форма в манах типа ждет на 5-8 ман либо на верхний соу 5-8 7-соу тоймена ждет слева не темпай сейчас на 6 пин я уверен но я открою руки чтобы проверить это слева есть антен и у тоймена ждет на тухер на титал который я сказал типа 5-8 ман хотя просто не очевидно и не просто догадаться что невозможно догадаться что у тоймена он ждет на татар который проходил справа только что это редкая вещь кинули бы мы здесь шестерку пин вот сейчас вот сейчас слева может быть темпай конечно 6 пин но не до этого ну к сожалению из-за того что мы собирали немножко неправильно мы упустили бы большую выгоду и какую охотницу собрать хотя может быть и не собрали бы а нет справа кидает 9-100 в самогере тоймена достает двое кусок который у нее в дискарде нарека тоже нам кидает ну кажется постфактум мышления но тем не менее ошибка и потеря очков не получение очков и потеря очков одновременно ну плохо очень плохо семерку сло вот эту семерку сло которым мы там скинули вот здесь даже если есть идея того что она будет опасна и она нужна заранее скинуть я предпочел бы ее скинуть не сейчас а через пару ходов дать шанс тому что мы получим другой темпай плюс чего нам бояться что мы накинем тоймена в таняо две доры в 7-7 8-8 ман 6-8 соу ну-ка вдуматься в это нужно какова вероятность что у тоймена именно 8-8 ман и 6-8 соу будет или 5-6 соу слишком маловероятна тема будет что у него именно такая рука из всех исходов из всех возможных построениях тайлов именно конкретно и две доры и форму на эту семерку нужно было дать руке шанс не терять у Кири на 1 со 4 со 3 со пон на 7 со заход 7 со со стены пон на 9 со и 8 со чьи тоже мы потеряли слишком много скинув всего лишь один тайл получив за место него какой-то долбанный юг огромный просто невероятные потери скорости сбора руки только из одного хода на третьем ходу поражение я считаю это просто меган минусова ультра минусова космически минусова это то что не нужно было делать ну я бы кинул двойку пин мы здесь потеряли немножко больше чем просто форму мы потеряли скорость юг я кинул бы 8 пин здесь зачем кидать шампайн драконы мы так отставать будем кажется игрок шампайн учуна вместо восьмерки пин но это уже какие-то косяки сейчас что-то началось какие-то косяки пошли такое ощущение что играет женщина а не мужчина ну 8 пин здесь надо кидать ну собираем теперь таньяо хорошо вот тем не менее какие-то косяки непонятные 6 ман 6 ман я бы не кидал потому что формы в руке плохие и шестерка ман дает нам шанс того что мы улучшим свою руку в дальнейшем мы заранее ухудшаем свою руку это плохо если появится ситуация где ты не хочешь кидать восьмерку шестерка ман ты сможешь перестроиться в дальнейшем зачем обрезать пути к изменению руки в хорошую сторону 2 копейки дает тойман учитывая что мы находимся на четвертом месте я наверное взял бы этот пон ради увеличения укирия пон равно увеличению кири начинает устраивать тройка ман тройка со пятерка со 5 пин 8 пин будет улучшать со стены это хороший пон для улучшения скорости почти ну я считаю что почти обязательный для сбора руки но мы его не взяли очень жаль тема смогерит 8 пин у нас было бы часто пайна 400 ну пятерка ман накинули просто так вообще стрёмно никита хочу сказать 67 у кого-то может быть слева или у той мана легко прям может быть потому что мы только 67 одну пару одну форму видим 67 я опять мама здесь так просто не кинул депринал без чуна зачем нам из того ситуация делать еще более плохую даже не имеет им даже не имеет импая ужасно на этом дали должен был быть рон но нам повезло пандора тоймана и с него берут рон тани ладора нам повезло что нам дико повезло что слева в руке есть восьмерка ман последняя семья здесь не было бы то это мог быть урон на пятерке ман так третий юг была отличная рука и нам ее уничтожило вау какая рука стартовая я бы снес здесь тройку пин всегда потому что я объясню сейчас логику это очень точное решение кинуть тройку пин во-первых рука не должна изменяться наша наша рука не будет изменяться вообще никак это первая мысль потому что тройка пин здесь у нас все есть трехсторонка рянман тройка пин во-первых идеальное решение во-вторых если мы вытащим белого дракона со стены мы сможем собрать икухай хоницу очень легким способом собрать икухай хоницу в три стороны если идет белый дракон или даже минхон не шутя вообще минхон можем собрать если идет белый дракон и потом в трех сторонку или запад плюс кидая белого заранее мы даем кому-то взять пон и кому-то даже возможно обогнать нас вторая мысль и третья мысль если мы кинем речи белым драконом они могут не обвить пон а ими профолдить и просто не будет сопротивляться сразу же три мысли почему надо кинуть три пена не белого дракона три причины они просто фундаментальны по сути все три и это ошибка но это кан все еще три пена ребят почти не шутка все еще три пен я даже юг не кинул бы опять кинул бы три пен три пен рич дора здесь нечего смотреть цимо рич что мадора манган изи так как только танья она можно выигрывать поэтому будем открываться здесь будем открываться смоги рейн цепин правильное решение 2 пенсии у нас здесь хороша рука хорош шансы на сбор руки на самом деле после уже открывается чьи на семерке а на 5 восьмерку со 6 ман плохой снос хотя не на блоке дора здесь чьи я бы после этого кидал бы дору кидая штерку ман мы теряем шанс взять пон на восьмерке пин хотя это не сильно частая тема будет но все теряем дядка соном заходит самогирем дору шмальнул бы все или ничего ребят это ситуация все или ничего пандор опасно ирон набрасывает нам стрёмная задача последняя но 2 кусок я кинул бы намного раньше 2 кусок иного намного раньше вот здесь кема 2 кусок ну и чё чё нам тоймот скажет чё тоймот скажет на 2 кусок когда у него даже шампунь когда у меня даже планет парой кухонной это просто у неё шлак рука ошибка была вот здесь накинулись 12 прям дикая ошибка ошибки были вот здесь то что кинули белого рана вместо руки пин опять окно это ебучее извините плохое окно так здесь мы какую-то фигню и страдали взяли фон на 2 кипин потеряли у кири ну короче здесь ханчана очевидно сыгран хуже чем предыдущий это все не тот же игрок играл если что здесь ханчан в принципе сильно хуже чем предыдущий сыгран есть о чем подумать много ошибок здесь уже много ошибок в общем таких есть и сочные ошибки ну а это четвертый дан играет так что ему в принципе дозволено так ошибаться ну вот в целом и все надеюсь вам понравился разбор надеюсь понравится разбор потому чё чей ханчан я разбирал я пытался каждую ситуацию объяснить каждому сносу отнесись серьезно показать где и как можно было смотреть иначе но в целом в первом начале было сыгранно очень хорошо даже может быть на моем уровне ну в общем достаточно хорошо чтобы считать что это играл не четвертый данный а какой-то игрок имеющий более высокий скилл тараханчан уже более сытные ошибки на которые я хотел обратить внимание и соответственно обратил ну на этом все спасибо кто смотрел мое видео видео я выложу наверное сейчас в ютуб на свой канал по маджонгу ричи по ричи маджонгу вот ну все спасибо что смотрели всем пока я как бы мысленно машу в камеру хотя я не стремлю а записываю видео вот так вот ну ладно все всем пока и до скорых встреч до скорых встреч